Сегодня на РЖД-арене у нас День детского самоуправления, поэтому, собственно, у тебя прекрасная соведущая. Это наши будущие звезды женского футбола. Локомотив классно играет, но Сочи, вы знаете, не проигрывает московским командам. Сегодня я ведущая. Мы тоже. Нам конкуренты не должны есть. Может, мы увидим кору? Нет! Да! Да! Их копил! Да, мне чего подарили. Карф с 95-го года пришел. Я 95-го года рождения. Твой второй гол в сезоне как-то заковырял на этот раз. На этот раз тоже опять заковырял. Добрый день, друзья! Сегодня 8 мая. Мы в Черкизово в ожидании матча Локомотив в Сочи. У нас сегодня пополнение в честь дня детского самоуправления. Знакомьтесь. Аня! Всем привет! Мы вместе поспрашиваем, как готовится клуб к этому матчдею. И, конечно же, пообщаемся с нашими болельщиками. Ну что, Ира, готова? Я-то готова. А вот тебя надо переодеть в клубные цвета. Пойдем за мной. И вот тебе куртка. На улице не май месяц. Вот, отлично. Мы с тобой теперь как близняшки. Ага. Пойду-ка я теперь переоденусь. Здравствуйте! Привет, папусик. Как у вас эмоции? Ой, эмоции отличные. Прям надеюсь, что у спортсменов такие же будут эмоции. Игра тоже будет максимально атмосферная и удачная. Классная футболка у вас. Аслан, тебя две девушки на этот раз ждут. У тебя нет выбора. А, четыре. Да, познакомься, это моя следующая Аня. Это Аслан. Ну, сегодня на РЖД-арене у нас день детского самоуправления, поэтому, собственно, у тебя прекрасная соведущая. Вот, а помимо этого у нас на главной сцене диджей, группа, ведущий в чаше, диктор, в детском шатре у нас куча ростовых кукол, куча мастер-классов, батуты, мыльные пузыри. Большая часть активности рассчитана именно на детей. Ну, а самые такие главные роли в матче у нас сегодня детские. И как тебе удается все это делать? Мне, кстати, тоже нужны помощники. Вот, вот. Нет, это в следующий раз. Надеюсь, что в следующий раз будет со мной ребенок, который будет делать все вместо меня, а я буду отдыхать. Вот, ну, на самом деле у нас просто есть большая команда в целом в клубе, большая команда подрядчиков. Благодаря людям не только я все это делаю. Как тебя зовут? Меня зовут Никак. Сколько тебе лет? Мне 10 лет, но совсем скоро уже 11. Изначально это твое желание было стать ведущей? Или все-таки родители тебе как бы навели на это? Вообще, как я оказалась тут ведущей, мне написали, по-моему, два дня назад, что нужно ведущую срочно. И мама показала, ну, я, естественно, согласилась. Как перед огромной публикой побороть стеснение? Наверное, просто быть собой, быть раскрепощенным. И представляете, что все эти люди, которые в зале находятся, это просто ваши друзья. Ну, так у тебя есть 0,5? А, да, есть. Хочешь мой рост сфоткать? В камеру смотри. Ужас, это надо вырезать. Там царство какое-то приглашают детишек. Они вот в этом мире жить. Должна чуть встать на колено. Чуть-чуть вот так вот, давай. Я тебя посвящаю в новые ведущие. А теперь можем драться. Я предлагаю дополнить еще твой образ и нанести тебе на счетчик, как в игре. Это арена виртуальной реальности. Наша игра разработана нами самими. И мы проводим ее как выездную, так у нас есть и филиалы в Москве. Простите, пожалуйста. Я же сказал, не вернулся. Ладно, извините, я пошел. У нас замечательный коллектив, на самом деле. Очень дружелюбный, классный. И веселый у вас. И веселый, да. Мы рады, что вы к нам пришли. Что нам будет за игра? Игра типа Counter-Strike, Laser Tag и Pinball. Мы ее разработали сами. То есть это PvP-шутер. Вы играете, просите руку. Команда на команду. Разминайся. Я не знаю, что я тут делать придется. Нет, идти туда, а тебе в другую сторону. Туда иди. Я тоже не стреляю. Это очень страшно было на самом деле. Мои, мои, мои. С микрофоном я. Идите сюда выходить, сфоткаться на камеру. Это наши будущие звезды женского футбола. Что, давай, как тебя зовут? Анфиса. Анфиса. Тася. Тася. Какие сегодня прогнозы? 3-0. 3-1. А потом узнаем. А потом узнаем. Много не пропустят. Правильно, мне нравится этот настрой. И последние штришки. Зачем я голубой сюда добавила? Ну все? Смотрите на этот шедевр. Да. Мы старались. Да. Ладно, на самом деле это не наша картина. Забирай. А можно на секунду, типа, я сяду, что это я нарисовала? А потом скажешь, что на самом деле, ладно, я так красиво рисовать не умею. Как давно болеешь за локомотив? В 2018, наверное. В 2018? А что у тебя тут? Приготовлено. Давай, показывай, Полина. Это ты хочешь его футболку? Да. Только одного игрока просишь? Ну да. Не, только Гильерман. Я тоже, ну, люблю на воротах стоять. Только лодка, только победа. Ну вот. Здравствуйте. 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 Девчонки, да. Сочи, вы знаете, не проигрывает московским коллегам. Обратите внимание, весной. Динамо обыграли, ЦСКА обыграли, Торпедо обыграли. Что ж такое? Больше никого обыграть не могут. Подготовку человека. Вот так вот, да. И локомотив тоже из Москвы. Я думаю, это проблемка. Анечка, я знаю, о чем ты сегодня мечтала. Больше всего это прикоснуться к этому полю. И я тебе аккуратно разрешаю повторить мои шалость с первого выпуска. Давай. Только тихонько, тихонько. Хорошее поле. Очень хорошее. Такое знакомое лицо. Можешь представиться полностью. Я Каролина Карапузова. Я просто знаю ее брата, который начинал в академии «Локомотив». Где он теперь играет? Он играет в Динамо, но сейчас он на правах аренды Ахмата. А как ты здесь оказалась? Я очень сильно люблю телерадио, журналистику. Поэтому тут так и оказалась. А в роли кого ты сегодня? Сегодня я ведущая. Ну. Мы тоже. Нам конкурента не нужны. Я шучу, прекрасный выгляж. Друзья, сегодня в дикторской особый гость. Стартовый состав родной команды объявит воспитанник Академии «Локомотива» Иван Кабельников. Привет, Черкизова! Красно-зеленые. Сегодня мы хотим победить. Это стартовый состав футбольного клуба «Локомотив Москва». «Локомотив» и «Локомотива» и «Локомотива» и «Локомотива» и «Может» мы увидим гол. Мы сегодня до трёх ночи рисовали плакат для Тики и для Вадима Ракова. Тики, вот благодаря этим девочкам ты сегодня забил. Это мы просто из ложи не ушли, поэтому второй забили. Да, ложа это удачная. У нас для вас тут небольшой сюрприз подготовлен. Угощайтесь. И спасибо, что так активно поддерживаете нашу команду. Локомотив! Как ты сюда попал? Через папу. А кем у тебя папа работает? В локомотиве. Кем? Директором по коммуникациям. Круто. Чем ты занимаешься? Ну, обычно. Ну, обычно я смотрю телевизор. Тут нам папа нашептал, что ты не совсем по папиным стопам хочешь пойти. Что тебя интересует, кем ты хочешь стать в итоге? Криминалистом. Куда ты вообще знаешь про эту профессию? Я даже сам не знаю. Так, ладно, давай теперь отойдём от этой темы и расскажи, как тебе сегодня на стадионе, как тебе работать. Прикольно. Вы, получается, со мной вместе сегодня по блату. У тебя папа в локомотиве работает, и у тебя папа в локомотиве работает. Нормально. Вот так устроились детишки. Давайте помашем. Вперёд, Лока! Как давно болеешь за локомотив? Ровно год. Я 8 мая прошлого года на игру с Рубином первый раз пришла. А поделись эмоциями на сферу матча, как он тебе был, чем он закончился? Он закончился нашей победой. Но я вначале думала, что футболу-то неинтересно, но когда я пришла на стадион, я увидела всю эту атмосферу, и я поняла, что я сюда вернусь. Зови всех на стадион. Все пригодили сюда! Здесь классные эмоции! Я даю футболисту кусочки, передай, пожалуйста, тюрьму. О, хорошо, давай. Все, окей. Не, да. Да, мне тюрьму подарили. Девочка на трибуне попросила воспользоваться услугой доставки от ведущей. Давай. Три, два, три, 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 три! Пойдёмте смотреть футбол. Самый главный первый вопрос. Как вам акция, что билет стоит столько же, сколько жвачка в детстве у нас? А, здорово, да. А у вас один ребёнок? Двое. Двое? Ну, девочка, девочка. А, девочки, типа, не так футбол интересен. Да. Это неправда, потому что мне футбол интересен. Классная шапка у тебя, кстати. Мне очень понравилась. Я тебя из-за этого и приметила. Как давно болеешь за лотомотив? Ну, где-то с трёх годиков, где-то с четырёх-трёх. А сейчас сколько тебе? Вот папа поилка классная. А покажите мою. У меня всё классно. Ты помнишь свой первый матч на стадионе? Я первый раз ходил на стадион на локомотив и зенит. На матч локомотив и зенит когда-то сыграли, ты помнишь? 1-2. 1-2? Это недавно матч был? А это он впервые только... Как тебя на стадионе смотреть футбол? Хорошо, мне нравится. Как вы давно болеете за локомотив? С 7 лет. С 7 лет, а вас тоже папа приобрел? С 95-го года. Я 95-го года рождения? Да, вот. Машу до сих пор. Получается, вас тоже? Папа меня привёл на ЦСКА. Он за ЦСКА. Был ЦСКА локомотив. Но я сделал правильный выбор. Согласна. Полностью поддерживаю, что выбор очень правильный. Как вам футбол? Отлично. Наслаждаюсь игрой. Интересно? Да, очень-очень. Давно болеете за локомотив? Да, всю свою сознательную жизнь. Мой дедушка, Петро Борис Николаевич, когда-то играл в локомотиве и тренировал эту команду. Расскажите, почему решили именно так провести майские? Мы узнали, что будет детский день. И вот решили приехать к вам из Ярославля, болеть за любимую команду. Серьёзно? Вы из Ярославля все приехали? Ничего себе. А как вам вообще акция, что билет стоит столько жвачка в нашем детстве? Нам очень нравится, потому что мы уже второй год на эту акцию приезжаем, потому что, ну, с таким количеством детей это нам очень выгодно. Локом вперёд! Локом вперёд! Это вам трибуна хлопа! Вперёд! Локом вперёд! Локом вперёд! Локом вперёд! Класс! Я говорю, изи гол! Надо орать, а не изи-дор, изи-дор! Что ещё я вас не услышал с вашим прогнозом? Ну, главное, во-первых, что Локомотив услышал, правда? Да. А во-вторых, Лантратов услышал, сказал, так не будет. И отбил пенальти. Убирай, чё? Папуля! Дай интервью. Как тебе матч? Очень интересная игра. Как эмоции? Эмоции только положительные от победы. Зарабатываем очки и двигаемся по турниру на таблице вперёд. Молодцы! Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за гол. За гол. Победа. Молодец. Победа. Только один вопрос. Твой гол второй в сезоне? Твой второй гол в сезоне, как ты заковырял на этот раз. На этот раз тоже опять заковырял. На этот очень сильно повезло. Надо бить было чуть-чуть пораньше. Ну, как получилось. Игрок штрафной. Всем спасибо нашим болельщикам. Людям с Арбини, людям с Россией. Я чувствую эту поддержку. Мне много пишут в Инстаграме, в соцсетях. И я это очень ценю. Меня это сильно вдохновляет. Спасибо. Ну что, Аня, понравилось тебе роль ведущей? Да, мне очень понравилось. Было интересно спрашивать интервью у других футболистов и у болельщиков. Сегодня на стадионе было очень много активности для детей. Что тебе больше всего понравилось именно как ребёнку? Больше всего мне понравились VR очки, где мы играли. И я тебя победила. Ещё на счёт 1-1. Но ничего. Нормально ты к себе приписала. Думаю, мы отлично справились. Вот и подошёл к концу наш насыщенный день. Всё-таки как добавляют дети позитива. Хочется видеть вас на стадионе больше и чаще. Вы заряжаете всех вокруг. Локомотив с победой, болельщиков с победой. Спасибо, что поддерживаете команду. Продолжайте это делать. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.